Израиль предупреждают. Страна столкнется с соответствующими последствиями, если продолжит реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Более тысячи европейских депутатов из 25 стран ЕС подписали открытое письмо, в котором выразили озабоченность по поводу предложений США, касающихся урегулирования Палестино-израильского конфликта. Речь идет о плане президента Трампа, который дает Израилю зеленый свет на аннексию порядка 30% территории западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что односторонние шаги Израиля будут представлять собой серьезные нарушения международного права. Более ста депутатов Европарламента и ряд израильских законодателей обратились к Боррелю, убеждая его как можно скорее возобновить заседание Совета Ассоциации ЕС-Израиль. Тема аннексии была основной в предвыборной кампании премьера Бенемина Нетаньяху. Перед церемонией приведения к присяге сформированного им правительства Нетаньяху сказал, что пришло время распространить суверенитет на еврейские поселения на западном берегу Иордана и в Иорданской долине. На заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому регулированию генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии. Субтитры создавал DimaTorzok